Дом, в котором до конца 2017 года предстоит завершить расселение 11 миллионов квадратных метров аварийного жилья, признанным таким еще в 2012 году. Всем остальным, кто позже получил аварийный статус, должен помочь новой законопроект. Предлагается выдавать лицензии управляющим компаниям лишь на полгода. Это будет испытательным сроком. После этого жильцы будут сами выбирать, продлевать лицензию или компанию менять. Как заявил премьер Медведев, сейчас идет работа над системой, которая позволит гражданам самим проверять, не переплачивают ли они. Моя коллега Екатерина Кибальчиш разбиралась, почему управляющие компании так по-разному понимают, чем и как они должны заниматься. Ведь стоимость их услуг проверить просто, а эффективность их работы жильцы ощущают на себе. Елена Костюшкина так одевает своих детей не на прогулку, а к завтраку. Потом она скорее включает электрический обогреватель, потому что за ночь температура в квартире опускается. Ну, плюс 6, плюс 12. Но мама на то и мама, что придумает, как согреться. Вот так вот мы ее открываем, и здесь она у нас греется. Это типа хоть какой-то, но она идет. С открытой духовкой семья Костюшкиных переживает зиму в Красноярске. Другая семья, Харитоновы из Свердловской области, тоже мерзнут. Все спят в одной комнате, где есть электрический обогреватель. Только старшая дочь Юля здесь больше не живет. Мы с ней пролежали около месяца в больнице. Это все было зафиксировано, нас лечили. Я ее выходила от полумертвого состояния. Дневнее у нас было, она правая легкая. После болезни мама решила отдать ослабшую девочку родственникам. До тех пор, пока не запустят новую котельную. Ведь обещали к началу зимы, а за коммунальные услуги Анастасия платит исправно. Но судя по виду недостроенных котельных, Юля домой вернется не раньше весны. На распечатке официальный сайт правительства Свердловской области называли успешным и передовым опытом работы по консессионным соглашениям именно Невьянский район, именно вот эти вот непостроенные котельные. Таким образом предполагается, что в целом по области ситуация еще хуже. Концессия – это передача муниципальных объектов в эксплуатацию частным инвесторам. Почти вся система ЖКХ в России построена именно по такому принципу. И вот очередная ревизия показала огромные долги. На этой неделе на форуме Общероссийского народного фронта была названа невероятная цифра. Задолженность в системе ЖКХ – 900 миллиардов рублей. Здесь огромный пласт проблем и очень много серых схем, к сожалению. И действительно есть попытки, это совершенно очевидно, переложить на население проблемы, которые в этой сфере скапливаются уже на не один год, может быть, десятилетие. Но там общая задолженность в сфере ЖКХ свыше 900 миллиардов рублей, 937, по-моему, миллиардов. Вы знаете, что принято решение, что эти компании должны с 1 июля полностью раскрывать свою информацию. Полностью, что закупают, у кого закупают, каковы услуги, как они их предоставляют и так далее. Случаи мошенничества в один отчет собрали активисты Народного фронта накануне форума. И оказалось, что нет в России отдельных проблемных регионов. Система ЖКХ везде работает плохо. Мы знаем случаи, когда просто разоряются и якобы разоряются, а просто уходят с деньгами. Но, к сожалению, крайним здесь остается человек. Людям предлагают уйти в суд, а, как вы знаете, суд – это достаточно долгая процедура, малопонятная для людей. В Мурманской области управляющая компания присылала платежки за центральное отопление здания, где оно вообще отсутствует, не предусмотрено. И люди годами платили. Новороссийские жильцы вот этого дома тоже платили каждый месяц назначенную коммуналку. Но вдруг оказалось, что дом обслуживают две компании, и платить надо было обеим. Два раза по одной и той же платежке. Мне долг выставили 220 тысяч. То есть там и холодная вода, и горячая вода, и отопление. Но даже там, где жители более принципиальны и юридически подкованы, результат бывает не лучше. Практически в эти четыре года из судов и не вылазили, в общем-то. Вы даже не представляете, какие суммы уходят к частным лицам, к управляющим компаниям. Но если наш дом сдаёт 27 миллионов, если разделить на 900 рублей за грамм золота, сколько получается? 30 килограмм золота можно купить. Я посчитал, это каждый подъезд можно покрыть полутора миллиметровым слоем золота. Расследования часто показывают, что золото оседает не на тех подъездах. Вот, например, в Волгограде. Директор управляющей компании за деньги жильцов купил себе джип, катер и оборудовал гараж для встреч с любовницей. Местные журналисты решили проверить работу и другой компании, которая недавно взяла в управление городской водоканал. Позвучали заявления о том, что в 2015 году уже успели освоить миллиард рублей. Миллиард рублей, который как раз был потрачен на модернизацию. На сайте госзакупок журналисты искали хоть какие-то следы этого миллиарда. Мы старались найти закупки, связанные с модернизацией сетей. Но нашли очень любопытные закупки, например, на аренду квартир. Квартиры для менеджеров водоканала, пиар-компании. Дальше платежки неожиданно привели на новый каток. Это частный платный каток, который через 4 года, по идее, должен окупиться. А если нет, то все убытки застрахованы муниципальным имуществом. То есть частная компания, по сути, заложила в банк городское коммунальное хозяйство. Коррупция в ЖКХ не знает границ ни в географии, ни во времени. Ровно 5 лет назад мы были в этом же самом доме и общались с жителями этого самого подъезда. И оказалось, что за 5 лет много чего произошло. Кто-то продал квартиру и уехал. Вот бабушка с первого этажа умерла. Кто-то, наоборот, родился. Но подъезд выглядит так, как будто бы время здесь остановилось. Мне кажется, я даже помню эту надпись. 5 лет назад основная проблема была с водой. Настолько ржавая, что жители ходили к колодцу. Мы попросили людей вспомнить, может, хоть что-то хорошее сделали за 5 лет. Оказалось, поставили новую дверь. Которую жители выбросили. Это вам кто поставил? Жек, Жек. У меня еще компания. А во втором подъезде покрасили лестницу. Да, вы были, она была разрушена у себя в грибке. Вот сейчас ее вообще сделаем. Говорят, что Галька сделала. Да. Ремонт сделала Галина. У нас одна была Галька. Я это сделала. Да, конечно. Чтобы продать квартиру. Грибок постоянный у нас. О таких мертвых душах, не учтенных в программе капремонта, говорили на этой неделе на форуме по развитию жилья. Дмитрий Медведев предложил ввести персональную ответственность руководителей регионов за срыв капремонта, а также государственный контроль за ценами на услуги ЖКХ. Что нужно человеку в доме? Понятно, что это вода, свет, тепло. Элементарные блага, которые должны поступать без перебоев. И цена за эти услуги, которые указываются в платежном документе, должна быть не заоблачной. Она должна обеспечивать соответствующую окупаемость, не более того. Я имею в виду решение ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги до 2018 года на уровне не выше инфляции. В этом году повышение, которое состоится 1 июля, составит не более 4% в среднем по нашей стране. На форуме представили новый портал ЖКХ. Это информационная система, которая поможет обывателю разобраться, насколько обоснованы счета управляющей компании. Система пока в разработке, минимум до весны, а зима происходит прямо сейчас. И жителям некоторых домов проще исхитриться и наладить печное отопление в многоэтажках, чем заставить работать свои управляющие компании. Екатерина Кибальчич, Надежда Каширская, Сергей Цуцкин и Елена Пич. Воскресное время.